И никто не выявил себя втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь. Не, бо Европы могло бы уже давно отримать именно такой защит, который потребует, если бы так же и Украина была схожую поводу поддержки партнеров в сбитке дронов и ракет. Террор должен прогрессировать всюду и полностью. А не где-то больше, а где-то меньше. Он имеет право? Он имеет право в основном? Он имеет право в основном. Ну, теперь, Исраэль и гораздо больше, чем в Украине. Лето-дома-фер, в целом, это все 20 лет, они работают, они тесты почти каждый день. Они не ждут 2022. Есть у них большая демократия. Они спрашивают деньги. Так что, не в том, не в том, что это происходит, а в уровне Украины, что Исраэль, что Исраэль, что Исраэль, что Исраэль, не в том, что. Никто не имеет это. Мы можем сделать бульки, но не можем не защитить Украину. В общем, я был рад, что Исраэль имеет силы и был бы защитил, и был бы защитил. И я понимаю, что Зелинский сказал, что, когда я был улыблен, вы малили, с тобой. Но вопрос, не легитим? Ну, проблема в том, что наши авиации, 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 они взяли против оружия, не против авиации русских. И сейчас, вы знаете, после начала, в 2022, я бы сказал, и почему не, мы в праве, почему не, что л'ОТАн возьмите в силу украин. То есть, мы не будем бомбардировать через русские, но авиации русских авиации, в Украине, рискнет в виду рафа, я говорила, что вы думаете, что с точки зрения украины? То есть, что мы могли бы сделать. А то, когда я сказал это, то, все, кто-то сказал, что, первое, никто не следует, это не возможно, Мы будем делать во ряду русских здравоставок, и, в принципе, Dadу,ors, на что-то ряду, за мной-замecу, это appliqueется Зеленский. Теперь, когда я говорю это, я говорю это, это очень удобно для меня, я,это я говорю, я делаю комментарии на уровне, когда я вас говорю, когда я говорю, и была понимания, я говорю, и мировая, Если вы найдете певно певно, вы знаете, что я говорю. У Кей-Дорсей будет сказать, что есть вещи, которые мы должны понять. Поэтому, есть люди, между правильными, которые были правильной. Но, технически, мы не могли бы. В этом моменте, у людей, что есть, у нас есть два по и две сети, вы respondете? Да, да. Сейчас, например, для ИСЕЛ, каково, на Франции, во Франции, они являются авиамики. То, в будущем, когда они говорят, что они говорят, что они ждали, вы participаете на фейте, не могли сказать, что они не могут иметь. Я хочу сказать, что у них есть, на их приглашение, на их поддержку, на их защиту, и они видят миссии и дроны, и они пахнут. И вы говорите, что у них есть 2-пои, 2-пои, 2-пои. Да, у них есть 2-пои, 2-пои, да. Почему? Вы спросите, почему? Потому что, на самом деле, это странно, что, на самом деле, это странно, что, на самом деле, на Россию. Это очень просто так. Мы будем интересы, сейчас, на Владимир Путин. Кроме, у нас есть, как у Андрей Анатель, сmann саномолога ирана на телефон, с президентом Ибраим Раиси. И лагенте официальное русское, ТАС, как часто с вами, регулярно, с словами, ровно, угрозу президенту русского. Угрозу сильнее значение, как угрозу в Кремле и пахнет урона, и во время инициативных действий. Исследователь и палестинских салют, он решил, чтобы что все партии могут пройти права равназначной и нести и подходить к новому цифру, что угрозу таких, которые будут результаты, для всей региона. Он не задавал, он не задавал, он не задавал, он не задавал, что он не задавал, а в Иран, что хочет-то? И вот, вопрос в вопрос, эта секция, она обрагает, или она обрагает? – Фондентально, все что... Я хочу сказать, что есть более поли, что футбордель. Все что-то креет в КАО, в мире, обрагает Путин. То есть, принципы базы. Все что-то креет в КАО, ва в сон сон. – И вот, есть ли вы думаете в КАО, есть ли вы думаете, если он идет проще, что-то, он играет? – Я не думаю, что он не инструменталил из Ираней. Они у него есть права в праве. Дальше, это 40 лет в КАО, когда они работают на войнах, с Израиль, с их прохси. Вот, все что-то изменилось, это, что-то из Патрии, в Иран, в России. Но, у нас есть, какие-то, в истории, Продолжение следует... — Est-ce qu'on peut imaginer que la Russie soutienne le nucléaire iranien ? — Alors je pense que la Russie soutient le nucléaire iranien depuis un certain temps, déjà. Et en particulier quand on s'est retiré, quand Trump a mis un terme au JCPOA... — C'est quoi, pardon ? — C'était l'accord de contrôle du nucléaire iranien que les Iraniens respectaient, soit dit en passant. Bon, Trump unilatéralement en est sorti. Alors il faut dire que le Congrès avait refusé de lever les sanctions du temps d'Obama. Et donc déjà pour les Iraniens, la parole de l'Amérique n'était pas respectée dans ce deal. Bon, bref. Mais au moins, jusque-là, les Russes étaient dans la retenue. Par exemple, les matières fissiles étaient stockées en Russie. — Bon, maintenant, ça va. Je pense qu'ils les aident. Alors est-ce qu'ils leur ont donné toutes leurs compétences ? Vous voyez, est-ce qu'un lot d'ingénieurs russes est arrivé en Iran pour finaliser tel ou tel, pour les aider à faire une tête nucléaire, par exemple ? Je sais pas. C'est pas moi qui le saurais, d'ailleurs. Mais ils les aident. Clairement, ils les aident. — Sur la question du nucléaire, il y a un autre front d'inquiétude. Là, on part du côté du côté de l'Ukraine. On veut prendre le temps de vous interroger sur le sujet et de réécouter les mots du patron de la IEA, Raphaël Grossi, puisqu'il était l'invité exceptionnel d'LCI cet après-midi. La situation à la centrale de Zaporizhia s'approche dangereusement d'un accident nucléaire. On va le réécouter. — À partir du moment où vous attaquez une centrale nucléaire, les risques sont évidents. Il y a six réacteurs, l'un à côté de l'autre. Et donc chacun 1 000 MW de puissance, donc des milliers de kilogrammes du matériel nucléaire, du combustible usagé, un dépôt, donc de la matière, si je peux le dire comme ça, pour générer un accident ayant des conséquences radiologiques importantes. Donc des attaques comme ça, directes, constituent une menace crédible à la paix et à la sécurité internationale. — Vous imaginez la Russie aller jusque-là, être prête à assumer un accident et causé par une frappe, en l'occurrence, nucléaire ? — Je pense que c'est de l'ordre du possible depuis le début. Maintenant, M. Grossi, dans une autre déclaration, de façon un peu subliminale, mettait en cause l'Ukraine. — Il renvoie un peu les deux Z. Les deux sont appelés à la mesure dans la circonstance. — Et depuis le début, l'AEIA a demandé plus de moyens, au sens pour neutraliser le site et pour en être responsable. Et par exemple, pour avoir des radars de trajectographie permettant de dire « celui-là, il est venu de là ». Donc c'est vous ou c'est vous, vous voyez ? Et les deux parties ne jouent pas jeu. Alors surtout les Russes, puisque c'est eux qui sont assis sur la centrale à l'heure actuelle. Donc les soupçons se portent généralement sur les Russes, tout simplement parce qu'ils y sont. — C'est bon.